Итак, прошлым вечером ты круто завис на тусовке, познакомился с одной красоткой, между вами вспыхнула искра, ты взял её телефончик и следующим утром решил ей написать. А в ответ получаешь мину, потому что ошибся номером. В сегодняшнем видео, друзья, ошибки во время переписки и как их избежать. Во-первых, не пишите женщинам, которых вы не знаете. Как бы это очевидно, но знаете что? Мне многие женщины говорили, что они получают непонятные сообщения от незнакомых мужчин. Да, они как бы друзья друзей и каким-то образом получили мой телефон. Но это разве нормально просто начать писать сообщения? Вместо этого подойдите к ней, заведите разговор и возьмите номер телефона. Далее, думаю, это и так понятно, но я хочу уточнить. Узнайте её имя. Называйте её по имени, а также узнайте, как оно правильно пишется. Давайте начистоту. Для многих из нас бывает трудно запомнить имена. Поэтому, когда вы знакомитесь с кем-то, кто вам интересен, то запомните его имя, просто повторяя его, когда вы обращаетесь к человеку. Также можно запомнить имя при помощи ассоциации имени с чем-то. Далее, используйте правильное имя. Её зовут Джейми, а не Джейн. Они оба начинаются на Джейн, но она заметит разницу. А насчёт правописания, её имя пишется Джейми, а ты написал Джейми. Вам надо понимать, что люди очень чувствительны к своим именам, поэтому надо всё делать правильно. Следующее правило, не стоит говорить о своих бывших. Нет никакой причины, чтобы это делать. Следующая ошибка, это быть слишком серьёзным. Парни, веселее, будьте полегче. Сообщение, это лёгкая форма общения. Общение с глазу на глаз, это более подходящая обстановка для серьёзных разговоров. Но не текстовые сообщения, так что будьте проще и веселее. Итак, разговор наладился, лёд тронулся, вы начинаете слать друг другу картинки. Ребята, это надо сказать. Никаких фоточлена. Я читал исследования, и так получается, что женщинам это не нравится так же, как и мужчинам. А что, если она шлёт вам личные фото? Поздравляю, но не следует это праздновать тем, что вы сливаете эти фото всем своим друзьям. Следующая ошибка, это показывать понты. Да, ребят, все знают, что у вас есть личные самолёты, ламба. Но не надо фоткаться с ними постоянно. А что насчёт фоток с голым торсом из Джима? Тут всё зависит от ситуации. Если вы на пляже, в этом есть смысл. А если вы сидели дома и решили показать, какие у вас кубики, то это неуместно. Если вы, конечно, не Владимир Путин, тогда можете показывать фотографии кому угодно. И да, не будьте липой, то есть не создавайте фальшивые профили в соцсетях. Я имею в виду те случаи, когда вы загружаете фотографии в профиль, как недавний, но на самом деле им уже 10 лет. Когда вы были, возможно, в лучшей форме, а сейчас вы уже набрали немного вес, и ваши волосы слегка поредили и посидели. Конечно, когда люди захотят с вами встретиться, они проверят ваш профиль. Поэтому, друзья, обновляйте свой профиль новой информацией. Следующая ошибка, и мне она кажется довольно странной, это когда вы используете точки. Нет ничего страшного в том, чтобы делать ошибки. Конечно, вы должны правильно писать имя, но не стоит писать текст, а потом перепроверять его по 10 раз. А точки в тексте, они выглядят строго и несут какой-то негативный характер. Поэтому проще их не ставить. Следующая ошибка, это односложные ответы. Потому что, когда вы отвечаете одним словом, особенно на длинное сообщение, это может означать только одно, что вы хотите закончить разговор. Означает ли это то, что вам надо писать больше, чем вы того хотите, и задавать вопросы? Да, насчет вопросов, это частая ошибка тоже. Некоторые ребята из вопросов устраивают настоящую инквизицию. Они задают вопрос один за другим без остановки. Поэтому не задавайте слишком много вопросов. Лучше их припасите для встречи вживую. Говоря о личной встрече, не стоит переписываться слишком долго. Не стоит тянуть это неделями, а то и месяцами. Я понимаю, если вы на расстоянии, но если вы находитесь рядом, тогда лучше назначьте встречу. Поздравляю, она хочет с вами встретиться снова. Итак, следующая ошибка. Итак, следующая ошибка у парней о нету пятом месте встречи. Вам надо четко обозначить, где вы хотите встретиться и в какое время. Это просто, ну вам надо все делать правильно. Скажем, что у нее что-то не получается, и она отменяет встречу. Еще ошибка, которую делают парни, они не пробуют снова. Тут как в бейсболе. Первый промах, второй промах, третий промах, и идем дальше. Серьезно, мне надо вам говорить о пьяных сообщениях. В большинстве случаев это все заканчивается печально. Что насчет эмодзи ими следует пользоваться? Вот, можете глянуть это видео. В нем я говорю об исследовании, которое доказывает, что чем больше эмодзи вы используете, тем выше ваши шансы на успех. Также посмотрите про плохие манеры использования телефона. В нем я рассказываю, на чем часто парни прокалываются при общении и использовании мобильного телефона. Гарантирую, вы узнаете для себя что-то новое.